Добрый день! В прошлых занятиях мы с вами рассматривали упражнения для профилактики шейного остеохондроза, для профилактики голодных болей, также рассматривали упражнения для профилактики щитовидной железы. Идем дальше. Сегодня мы с вами рассмотрим упражнения для суставов рук, локтей, плечевых. Ну и со временем, конечно, рассмотрим упражнения для грудных позвонков. Показываем упражнения для суставов рук. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище расслаблено. Руки перед собой. Чуть-чуть отставлены от туловища. То есть вот они. Вот, отставлены. Открываем ладони и делаем вращательные движения на себя. Тем самым дотрагиваемся тыльной стороной ладоней. Вот, доходим отсюда. Продолжаем вращение и выходим в исходное положение. Давайте попробуем еще раз. Открываем ладони на себя и вращение на себя. Тыльная часть дотрагивается. И выходим в исходное положение. Это упражнение надо делать восемь раз. Восемь вращений. Давайте еще раз попробуем все вместе. Это такое ощущение, как будто мы умываемся. Знаете, как вот берем воду и умываемся. То есть, открываем и вращаем на себя. Пробуем, пробуем. Может с первого раза не получится, но потом будет очень хорошо получаться. Это упражнение очень хорошее для суставов, да, всей руки. Теперь от себя. Открываем сторону от себя, которая. И вращательные движения вперед, от себя. Также тыльная часть дотрагивается. Продолжаем вращение, возвращаемся в исходное положение. Да, расслабились. Пробуем. Открываем, от себя вращаем. Тыльная сторона дотрагивается. Продолжаем вращение, выходим в исходное положение. Также вторую часть надо выполнять 8 раз. Примечание. В моменты, когда тыльные части дотрагиваются, должно одновременно дотрагиваться тыльная часть ладони и пальцев. То есть, вот такое дотрагивание, или же вот такое, только пальцев, да, неправильно. Мы должны дотронуться полностью. То есть, пальцы не сгинаются. Из практики многие люди делают, вот, сгибают пальцы, идут здесь вот что-то такое. Вот это неправильно, да. Повторяем правильное выполнение упражнения. Открываем, начинаем вращение. Тыльные части дотрагиваются, вот они, да, ровные пальцы. Продолжая вращение, выходим в исходное положение. Да, в следующем упражнении мы выполним все 8 раз вперед и от себя. На себя и от себя. Также, учитывая тот факт, что мы находимся с вами в энергоинформационном обмене между людьми, с природой, с окружающим миром, это упражнение имеет 3 смысла. Физический смысл, энергетический смысл и информационный. Если кому-то интересны данные смыслы, спрашивайте, рассмотрим все в отдельности. Всего доброго и до встречи. Пока. Субтитры подогнали Симон.